МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За минувший год зарубежные инвесторы забрали из Украины порядка 15 миллиардов долларов. Впрочем, зарубежными их можно назвать весьма условно, поскольку в большинстве случаев это наши же олигархи, которые таким образом финансируют свой бизнес из офшоров. В студии телеканала «Первый деловой» президент международной аудиторско-консалтинговой компании «Бидео» Алла Савченко и с ней о том, чем грозит Украине дальнейший инвестиционный отток, когда стоит ожидать улучшения ситуации, как остановить то, что имеем на данном этапе, как привлекать деньги в страну в сегодняшней очень непростой ситуации, поговорим более подробно. Алла Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, по результатам 2014 года имеем достаточно такую грустную картину. И в этом году, по вашим прогнозам, инвестиционный отток продолжится, либо все те, кто хотел и мог вывести свои капиталы из Украины, это уже сделали? Психологически, так как мы видим, как есть некое понимание бизнеса, самое сложное время мы уже пережили. Если не будет обострения военных, прежде всего, и каких-то уж скандалов политических и так далее, то, наверное, к концу года мы будем видеть некую стабилизацию и уже небольшой рост в 2016 году. Насколько я знаю, мировые банки, другие аналитики дают такие прогнозы, сдержанно оптимистические, мы бы сказали. Основное время, когда можно уже немножко было чуть-чуть видеть свет в конце тоннеля, это после предоставления Украины первых траншей и поддержки Европейского Союза наших начинаний и, главное, остановка активных военных действий. К сожалению, с некоторыми этими факторами мы ничего не можем сделать, мы можем только следить. И инвесторы, конечно, люди такие пугливые, они очень реагируют, и все эти индексы тоже на это обязательно прореагируют. Но вот сейчас, я думаю, что самая главная задача правительства, если говорить об иностранных инвестициях, это позаботиться о тех инвесторах, которые все-таки остались здесь работать, создать им максимально комфортные условия. Насколько мне известно, до сих пор, по сведениям Европейской бизнес-ассоциации, других обзоров, то есть очень много нареканий было. И мало того, тот бизнес, который все-таки остался, он не готов ждать 5 лет улучшения, он хочет быстрых изменений, он хочет видеть в каждом направлении, у каждого человека там 100 дней, да, давай мы даем, но дальше мы хотим видеть результаты. Значит, первое, это стабилизация тех инвестиций, которые есть, и дальше, конечно же, работа по привлечению новых инвестиций. Потому что в год, ну, в прошлом году пришло там около 50 миллиардов. И это в 10 раз меньше, чем в предыдущие годы? Да, но эти деньги не компенсируют никакие кредиты, ни от каких международных организаций. Если в нас не будет инвестиций, пусть даже частично, а это все понимали, что это приход много было через Кипр, через Россию, что это были частично наши инвестиции, но они должны сюда приходить. Поэтому, конечно, валютные ограничения, которые мы видели, неуверенно в завтрашнем дне, плохая работа банков, значит, банкротство, частично многих банков, которые так подвели своих плачек, все, конечно, это сыграло на то, что люди боятся хранить деньги в банках в Украине и пытаются их как-то обезопасить. Мы с вами поговорим о том бизнесе, который остался и работает в Украине, или кто собирается вкладывать в украинскую экономику. Но сейчас еще один вопрос относительно чего, почему выводят свои капиталы из Украины. Вот вы тут упомянули об индексах. Давайте тогда в продолжение темы. В ежегодном рейтинге стран индекс экономической свободы 2015, Украина сейчас занимает 162-е, место из 178, при том, что годом ранее мы были 155-ми. Насколько существенно это, а также ухудшение наших позиций в других подобного рода рейтингах повлияло на исследовательный отток? Я думаю, по концу года многие индексы улучшатся, потому что те реформы, которые, ну пусть может не так быстро, как нам хочется, но все-таки происходят, и в Министерстве экономического развития, и в Министерстве финансов, и в дирегуляции, они, безусловно, скажутся на индексах инвестиционной привлекательности и по свободе доступа бизнеса к капиталу и так далее. По многим показателям мы, наверное, будем видеть улучшения. Сказать, каково оно будет, будет зависеть от того, как оставшееся время до конца года сработает наше правительство. Прошли первые 100 дней, и целый ряд аналитиков, в том числе мне понравилось исследование Vox Ukraine, провели анализ, как же они сработали, что выполнили, но все-таки часть обещаний выполнена, и как раз это те показатели, которые на индексы влияют. Поэтому я думаю, что по концу этого года мы падение индексов не будем видеть. Мы будем видеть рост, но хотелось бы, чтобы он был более значительный, такой вот стремительный, как Грузия мы видели, или там перед этим в странах Балтии и так далее. Ну вот Грузия, очень хороший пример. Мы должны поставить себе амбициозные цели, допустим, там, тридцатки, двадцатки, через какое-то время, и четко по шагам идти к достижению этих целей. Те инвесторы, которые сейчас все-таки не боятся, рискуют вкладывать в Украину, с какими проблемами они, как правило, сталкиваются? Вот специалисты говорят о том, что одна из наиболее распространенных – это очень большой объем неучтенных финансовых операций, вот так скажем. То есть это и зарплата в конвертах, там и так далее. Что еще? То, что нам приходится сталкиваться, жалуются на коррупцию, если им где-то приходится сталкиваться. Иностранцы, конечно, этого не любят, и часто не идут на поводу, и имеют проблемы. Второе – это, значит, слабость судебной системы. Это то, что надо прямо срочно менять, потому что если там президент, премьер-министр, если кабинет министров иногда не может, то они ловят преступника, их тут же выпускают и так далее, то как быть иностранному инвестору, который столкнулся с проблемой рейдерства или там невозмещения НДСа. Каждая инвестиция должна быть уверена, что если нарушатся ее права, а в любой стране это может произойти, то есть каналы, как можно решить эту проблему. А сейчас это реформа судебной системы только в самом начале, и от министра Петренко, и от прокурора, и от других людей, которые за это отвечают, мы ждем очень решительных действий, потому что без судебной системы вообще бизнес не может работать. Ну что мне делать, если нарушены мои права, если что-то случилось не так? Я иду в суд, и я не могу добиться решения своей проблемы. Но вот вы назвали такие два ключевых фактора – это коррупция и судебная система, ведь об этом говорят уже не один десяток лет, и фактически ВОЗ и ныне там, ничего не двигается, и все стоит на этой мертвой точке. Почему? Нет заинтересованности или что? Эти две проблемы – это, так сказать, близнецы-братья, взаимосвязанные между собой. Пока будет коррупция, суды не будут работать, и наоборот, пока суды не будут работать, коррупцию мы не победим. То есть, наверное, там бесполезно улучшать эту систему, ее надо принципиально поменять. То есть не назначать судей на такие огромные сроки, делать это публично, предъявлять высокие профессиональные требования, следить за деятельностью. То есть, если судья допустил ошибку, ну, наверное, там должны быть какие-то механизмы, которые могут эту ошибку исправить, и во всяком случае, чтобы не приводило потом, чтобы это была ошибка, а не коррупционное действие. И мне кажется, это одна из отправных точек. Если мы сможем провести судебную систему, реформы пойдут быстрее, потому что всегда можно будет сделать какую-то корректировку, вернуться назад, сказать, ты прав, ты ошибся, давайте по-другому. А если этого нету, то мы по кругу идем. Мы с вами общались до эфира, и в течение программы вы говорили о том, что ориентировочно с 2016 года можно ожидать некой стабилизации, улучшения ситуации. Так говорите не только вы, то есть это прогнозы и международных корпораций разного рода. Если действительно их прогнозы оправдаются и в Украину начнут вкладывать деньги, ну в частности это, мы должны в ближайшие месяцы потратить на определенного рода подготовку, то есть как подготовиться нашему бизнесу, как подготовиться нашей власти, для того, чтобы это было правильно и принесло максимальный эффект, в том числе финансовый. Ну тут, наверное, тяжело сказать что-то новое. Наверное, все об этом знают, как то, что там надо заниматься физкультурой, провести здоровый образ жизни, для того, чтобы подготовиться к инвестициям и к успешной работе, практически каждый предприниматель знает, что делать. Вот сейчас есть очень большая заинтересованность продавать свою продукцию за рубеж, участвовать в европейском рынке, выводить свои товары, значит, как можно шире. Но этого не происходит автоматически. То есть качество продукции должно быть сертифицировано. Нужно пройти сертификацию, нужно улучшить качество. Потому что если сидеть и ждать, у тебя качество не соответствует стандартам Евросоюза, или куда ты хочешь вывезти, то ты ни до чего не досидишься. И то, что российский рынок иногда принимал более низкокачественную продукцию, сейчас это не служит оправданием. То есть высокое качество продукции. Мало того, продукция должна соответствовать не только по качеству, если это сельскость продукции, а Украина может и должна выйти на рынок высокотехнологической продукции. У нас очень хороший индекс по инновациям, по обучению человеческих ресурсов. Наши программисты радуют очень часто с какими-то своими стартапами, с какими-то своими идеями. Сельское хозяйство, тоже мир, всегда будет нуждаться в сельском хозяйстве. Украина есть еще ресурс увеличения продуктивности, и он значительный. Что бы я посоветовала сейчас кризисы, которые не требуют больших денег, значит, сейчас как раз время для того, чтобы расставить акценты, так как называется ваша программа, и тем ли бизнесом я занимаюсь, в той ли сфере, ту ли продукцию я произвожу. А как это определить, в частности, тот бизнес или не тот? Ведь ситуация может меняться, и, допустим, если сейчас что-то прибыльно, то через год это может оказаться неприбыльным, и наоборот. Ну, механизмы тоже известны, статическое планирование, сценарное планирование, то есть уже на год, на два вперед можно пользоваться маркетинговыми исследованиями, которые делаются по европейскому рынку, понимать, какая продукция будет востребована, в каких объемах, какого качества, это раз. Второе, что бы я посоветовала, если кто-то хочет привлечь инвестора, и сейчас финансисты, особенно, очень могут помочь предприятию, это все-таки перейти на международные стандарты финансовой отчетности, потому что, если вы тут работали по украинским стандартам, и делали только налоговую отчетность, и, мало того, еще там пытались что-то оптимизировать, и не показывали большую прибыль, появится инвестор, вы ему показываете этот отчет, почему он должен вам не заинтересоваться? А разве у нас еще не перешли на международные стандарты? Я, насколько знаю, то уже такая практика внедрена и действует? В законодательном уровне для акционерных обществ, для банков, для страховых, она внедрена, и особенно банки успешно перешли на нее. Для акционерных обществ это было скорее про форма, они, ну, очень многие предприятия формально соблюдали, на самом деле не получили преимущества от действительно качественной финансовой отчетности, потому что финансовая отчетность – это не только формы, это содержание, это сравнение, это аналитика, это раскрытие и так далее. Это та хорошая практика, которая позволяет любому пользователю, более-менее подготовленному, особенно инвестору, получить всю информацию о предприятии. Тем более, в последнее время все больше пользуются успехом, и с 2016 года это будет на некоторых биржах обязательно, называется интегрированная отчетность. Это не только финансовые показатели, а большое количество нефинансовых. Начиная от стратегии, от людей, от технологий, от защиты окружающей среды, потому что, представьте, предприятие, где там команда ведущая работала, а тут она ушла. Это предприятие стоит уже других денег. Вы еще не увидите это по отчетам, но уже все, в этом банке команда ушла, все, этого банка половины нету. Или же этот банк использовал технологию, которая уже никому не нужна, она устарела, она делает продукцию, которая не востребована будет. Где мы это увидим в финансовой отчетности? Где это там, каких-то примечаний. Вот как раз интегрированная отчетность, мы сейчас много нашему бизнесу рассказываем, показываем. Да, она требует времени на подготовку, но зато потом с любым инвестором вы рассказываете все. Вы рассказываете бизнес-модель своего предприятия, какие люди работают, какие технологии, как вы получаете эту прибыль, что вы собираетесь в будущем делать. Наши предприниматели уже готовы к подобного рода изменениям? Либо пока они еще выжидают, смотрят и настраиваются? На отчетность, на финансовую отчетность по международным стандартам очень многие готовы, они понимают преимущества. И я думаю, что по крупным и средним предприятиям такой вот массовый переход в ближайшие годы произойдет. Акционерные начнут делать то, что им обязаны делать, но более качественно. А средние предприятия, они по закону о бухгалтерском учете могут принять решение и перейти на международные стандарты финансовой отчетности. То есть этот процесс пошел, его не остановишь. Алла Ивановна, прошу прощения, у нас просто минута до окончания. И я хотела еще один вопрос немаловажный вам задать. Вы говорили о том, что делать предпринимателям, что делать производителям, что делать компаниям, что делать государству нашему и власти. То есть на чем сконцентрироваться в ближайшие месяцы для того, чтобы наладить инвестиционный климат в стране? Коротко, если можно. Государство приняло стратегию до 2020 года. Там все правильно написано. Просто эти реформы должны идти более четко. И если люди не справляются, то нужно их освобождать. А тех, кто справляется, давать им полную свободу и поддерживать. То есть в правительство пришло много очень интересных людей с хорошей квалификацией. Конечно, мне не нравится популизм, когда им предлагают платить зарплату минимальную или совсем небольшую. Потому что ничто не стоит так дорого, как коррупция. Если опять туда вернутся коррупционеры, другого шанса у нас не будет. Привлекать профессионалов, давать им свободу, поддерживать и в должной мере это оплачивать. Пусть у нас не будут такие большие министерства, пусть там работают маленькие коллективы, но они будут в состоянии проводить действительно реформы. Благодарна вам за участие в программе. Будем заканчивать, потому что время истекло. Об инвестициях и не только. Мы говорили с Аллой Савченко, она президент международной аудиторско-консалтинговой компании «Бидео». Оставайтесь на телеканале «Первый деловой» и не пропустите главного. Я же прощаюсь до следующего эфира. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин